Вывод эксперты исследовательского центра строительных изделий и конструкции делают следующий. Секция в целом пригодна для проживания. Она гласит следующее. Повреждение конструктивных элементов жилой секции вызвано температурно-влажностными воздействиями вследствие неправильной эксплуатации здания. Повреждения, вызванных взрывным воздействием, не обнаружено. Трещины, выпадение рустовых швов и так далее. Что мы здесь вообще наблюдали? У нас рамы все вылетели. То есть они вылетели и появились вот эти трещины не по причине взрыва, а по причине неправильной эксплуатации нашего дома. Но там указан не наш адрес. Там указан дом 4, литера А. Такого дома здесь нет в Рязани носа. Заходим в подъезд и все вроде бы как и в любом другом. Работает лифт и горит свет. Только вот как-то подозрительно тихо. Ничего удивительного нет. После взрыва в квартире соседнего подъезда люди сюда возвращаться боятся. До сих пор по родственникам и знакомым. Страшно. Дмитрий проводит нас в свою квартиру. Она на 10 этаже. Еще несколько недель назад за стеной была лестничная площадка первого подъезда. Теперь улица, а в стене ванной трещина. На днях пришла соседка снизу. Говорит, залили. В ванной с потолка течет вода. Вот только супруга Дмитрия не стирала и ванной не пользовалась. Семья здесь не живет. Вчера мокрый снег был и дождь. И потекла лужа. Здесь все было по щиколотку в воде. Залили мы соседку внизу. Да. Она прибежала. Это меня льет. Это, говорю, не мы. Мы не стираем тут, не моемся. Это все с улицы. Прибежал какой-то рабочий, сказал, сейчас целлофан там натянем. На кухне в стене тоже трещина. Установлены маячки. Из окна еще недавно можно было переговорить с соседями. Сегодня можно только наблюдать за работой строителей. Вадим с супругой тоже живут во втором подъезде, но также боятся возвращаться домой, несмотря на то, что его объявили безопасным для жизни. Не дают никакое заключение. Ну как можно въехать в дом, который, может быть, завтра рухнет? Сделайте, ну, по-человечески, да, дайте заключение. И люди, может быть, там, у кого более-менее, но все равно каждый человек хочет вернуть свою квартиру. Но, как бы, страшно очень, потому что, ну, заключения вообще никакого нет. Дайте официальное заключение, где вы подпишите бумажки, что да, мы компартируем. Ну, как бы, мы ходим на собрание, да, смотрим, кто-то говорит, у кого-то трещина, у кого-то еще что-то. У нас под натяжным потолком, может быть, тоже есть, но мы не знаем этого. На прошлой неделе в СМИ прошла информация, что режим ЧАЕ со второго подъезда снят, поэтому жильцы могут заселяться. Мы продолжим следить за ходом развития событий.